Боунджорно. После завершения пятого сезона Джо-Джо, 25 января 2020 года, в 30 городах Японии, запустили новый Escape Room под названием Escape from Jojo Bizarre Museum, в котором дебютировал новый персонаж во вселенной Джо-Джо от David Production, специально для этого квеста. Ранее, в 2017 году, был похожий случай, только уже по третьей части. Я, к сожалению, не успел сделать ролик по этому поводу, но зато теперь я предлагаю вам разобраться, кто же такой Скотола, каков его станд и что за Escape Room такой? А поможет мне в этом тот, кто является родоначальником такого контента, а именно Тайфун ТВ. Всем привет! Он еще появлялся в Джо-Джо Леоне. Да-да, это он. Давайте вначале разберемся, кто такой Скотола. Скотола – это лызый мужчина, желтоглазый итальянец, носящий маску на пол лица, которая напоминает мне призрака оперы. Украшенный орнаментом из золотых ключей красный пиджак и брюки, ботинки с острым концом и на каблуке, а также монокли на воротнике его пиджака. Его имя с итальянского означает «коробка». Скотола необычно одержим желанием сломить тех, кто силен эмоционально. В частности, ему доставляют удовольствие наблюдать за их лицами в тот самый момент, когда они впадают в отчаяние. Напоминает Чоколату, да? Кстати, это второй лысый персонаж после Тен Петти. Озвучивает его Такахаси Хиде Нори. Ранее в первом сезоне аниме озвучивал Адамса, вампира с длинным языком, которого создал Дива во время событий первой части. Теперь давайте выясним, что за стант у него такой. И сразу отмечу, что стант Скотолы не имеет физического воплощения, а больше феномен. То есть, у него только способность, как например у... богемской рапсодии. Об этом вам расскажет Тайфун. Стант Скотолы называется The Shelter. Скорее всего, его название отсылает нас к американской группе The Shelters. Его способность позволяет ему заключать другие станды в ловушку. Использовать такие станды, как вы понимаете, нельзя. А через 60 минут они и вовсе превращаются в каменные статуи. Ничего не напоминает? Сам Скотол очень любит эти статуи и описывает их как красивые, великолепные. Димольто. И он просто обожает смотреть на застывшие гримасы страданий этих статуй. В каком-то смысле The Shelter даже похож на Man in the Mirror. Принцип работы другой, конечно, но способности и смысл примерно одинаковы. Отделить стенд от стенд-юзера, чтобы сделать второго небоеспособным. Спасибо Урагану. Теперь же давайте выясним, что же это за квест-комната такая. Опять же, запущен данный квест был в 30 городах Японии. Посетители могли также приобрести билет в лимитированном здании Кокоджамбо, где помимо классной упаковки и брелка в виде станды Мистер Президент, шли различные плюшки. Как интерактивный аттракцион в стиле Escape Room, игра требует от игроков разгадать тайну команды Бучилати и сбежать из комнаты в течение 60 минут. Игроки пытаются бросить вызов в группах по 6 человек, и им будут даны инструменты, похожие на подставки, чтобы помочь рассказать тайны внутри комнаты. Вот трейлер данного ивента. Продолжение следует... Сюжет у Escape from Georgia Bizarre Museum таков. Команда Бучилати оказывается в комнате таинственного музея Трополло. И я тут специально погуглил, такого музея на самом деле не существует. А слово Трополло с итальянского означает ловушка. Бучи Гэнг видит свои стенды, запертые за витринным стеклом, словно экспонаты. Они понимают, что больше не способны ни управлять ими, ни отозвать. Вдруг раздается голос человека, который представляется нашим героем как Скатолло. Он говорит, что у команды есть всего 60 минут. После чего их стенды превращаются в настоящие скульптуры, а сами они погибают. Игрокам нужно будет войти в роли своих персонажей. Как можно скорее выяснить, как освободить свои стенды и сбежать из музея. Данный квест был доступен с 25 января по 31 мая 2020 года. В общем-то, думаю, что по этой теме я всё сказал. Мне было очень интересно искать инфу по данной теме. И знаете, дают продакшн большие молодцы. Помимо годной адаптации, они ещё и делают такой годный и оригинальный контент. Ну ладно, спасибо огромное вам за просмотр. Если понравилось, то ставьте свои музейные лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео, где только можете. Это будет вашей наилучшей благодарностью. Также, спасибо огромное Тайфуну за участие в видео. Надеюсь, это не последний наш коллаб. Арифидерчи!